Вот таким этот местный пруд у села Житово был еще каких-то пару лет назад. Чистейшая вода, лилии, кувшинки. Сельчане, любя, называли его даже Житовским морем. А вот так этот местечковый курорт выглядит сейчас. Эпитеты на ваше усмотрение. Выпитая до дна чаша, зияющая пустота или забытый карьер. С морем аналогии нет вовсе, ну разве что с Аральским. Под моими ногами дно некогда процветающего и любимого многими рязанцами озера в Житовском районе. Сюда приезжали семьями на отдых, но сейчас озеро просто исчезло. И местные жители называют это ни много ни мало экологической катастрофой. Вода была, ну вообще весной, вот досюда все было заполнено. Вот летом она досюда доходила. Самое любопытное, что пару лет назад в это место, говорят, даже привозили губернатора. Насыпали песка, обустроили пляж. А то, что вода начинает постепенно уходить, особо внимательно и стали замечать летом прошлого года. В этом все стало совсем печально. Инициативная группа забила в набат. Мы сначала хотели сами все это посмотреть и снять на видео, показать руководству, как уходит. Ну, течи явной не было. Поэтому, по-моему, в августе месяце мы поехали в поселение Батурино. Кому принадлежит это озеро. Мы оставили там заявление. На что нам председатель сказал, что он сам не понимает, куда уходит эта вода. А ведь когда-то местные рыбаки специально выпускали сюда рыбу, следили за поголовьем и за уровнем воды. Восемь лет назад нечто подобное здесь уже происходило. Оперативное вмешательство, слив, остановило. Сейчас все это, как говорится, снова ушло в трубу. Местные умельцы пытаются выяснить, в какую. Да, восемь лет назад она уже уходила. Мы с ребятами, ну, с товарищами, совхоз АПК «Русь» тоже в то время помогал. Нанимали трактор и с той стороны откапали, устраняли утечку. Когда устранили, тоже скинулись все вместе. Запустили рыбы сюда, много рыбы. Юридически гидроузел этого озера принадлежит местному агропромышленному комплексу. Конструкция подводная досталась новому владельцу от советской эпохи. Никаких схем и чертежей, дескать, не сохранилось. Местонахождение труб и задвижек ищут наобум, буквально руками ощупывая дно. Мы сегодня хотим докопаться до Донникова, где уходит вода. Посмотреть, куда она может пройти для того, чтобы перекрыть этот спуск. Эта вода уходит, скорее всего, я могу только предполагать, потому что нет никаких чертежей. Я предполагаю, что уходит в те трубы, которые были когда-то на полях для полива этих земель, которые были здесь еще в советские времена. Впрочем, если вода уходит, значит это кому-нибудь нужно. Так посчитала людская молва. Появились слухи, что озеро осушили специально и теперь здесь будет огромная выгребная яма. Злые языки врут, настаивает аграрий. Мне дошли слухи о том, что мы хотим сюда навоз, но это полная глупость, потому что мы сами заинтересованы, мы здесь живем. Я тоже живитель Ильинского и я никуда не собираюсь отсюда бежать и так далее. Потому что мы заинтересованы, чтобы здесь был шикарный пруд и здесь была вода, а не вот то, что мы сейчас видим. Вернуть ушедшую воду желание похвально улыбаются местные жители, но явно запоздалые. Если все изыскания пройдут как надо, к лету здесь должны снова зацвести лилии, прилетят аисты, появится рыба. Если же нет, активисты оставляют за собой право обратиться в другие инстанции, например, в более компетентные органы. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».